И сейчас у нас секция оказания медицинской помощи взрослым в амбулаторных условиях. И первый доклад – документация выездной патронажной службы. Нам об этом расскажет Елканова Елена Ермаковна, заместитель главного врача по организации амбулаторной помощи Московского многопрофильного центра палиативной помощи. Пожалуйста. Добрый день, пожалуйста. Мы задались целью разработать амбулаторную карту палиативного пациента, особую свою, в первую очередь потому, что к нам приходят врачи из разных специальностей. Согласно профстандарту врача палиативной помощи, как вы знаете об этом, есть у каждой специальности, естественно, свои навыки осмотра, стандарты и так далее. Поэтому необходимо прийти к какому-то единообразию. Далее, почему нам это необходимо? Потому что у нас основы особый состав подразделения выездной палиативной помощи. В состав нашего подразделения в Москве входит заведующий, старшая медицинская сестра, администратор, врачи палиативной помощи, медицинские сестры, младшие медсестры и социальные работники. Соответственно, каждый из них должен оставить след в документации для того, чтобы передавать информацию и свое взаимодействие с пациентом также описывать. Ну и, конечно, с учетом того, что у нас 19 подразделений выездной палиативной помощи, необходим единый формат и стандартизировать передачу информации по всем подразделениям. Итак, с учетом вот этих новых вводных изначальных, которых я вам сказала, как соединить этот разный формат работы этих специалистов и врачей, сестер, соцработников, администраторов, повысить преемственность и сохранить порядок. Мы вышли из этой ситуации таким образом, что разработали амбулаторную карту со стандартизованными бланками по типу чек-листов. Все это у предварительно перфорированных типографий, уложили это в такую папку на кольцах. Понятно, что это дорогостоящий формат, мы на него пошли осознанно, потому что нам нужно было переучить абсолютно всю нашу огромную команду по новому формату взаимодействия. В принципе, я в конце скажу, как можно удерживить этот формат и не обязательно следовать ему, нам приблизиться в том числе просто проклеенной карте. Итак, у нас шесть блоков. Первый блок – это форма правового обеспечения. Ну, понятно, в первую очередь, когда мы открываем медицинскую карту, это наше информированное добровольное согласие. Дальше у нас блок 2 – динамика пациента. Это вы видите он посерединке, потому что сюда он совмещает в себе ситуации по врачебному блоку, социальному блоку и сестринскому блоку. То есть это именно тот блок, который заставляет обмениваться информацией. Ну, потому что мы понимаем, что социальные работники, врачи, медицинские сестры, им все-таки привычно с учетом их формата информации смотреть предыдущие визиты именно своих коллег, но не других специалистов. И этим динамическим блоком, там, где отражается формат работы всех специалистов, мы, можно сказать, насильно заставляем обмениваться этой информацией и прививать этот формат того, что мы оцениваем пациента все-таки максимально на одном уровне. Ну и, конечно, шестой блок – документы, предоставленные пациентам, просто для того, чтобы был порядок в карте, с учетом того, что, как вы видите, у нас 30 стандартизованных бланков в итоге получилось в амбулаторной карте. То есть это большой формат, большой объем медицинской документации, когда мы внедряли, необходимо было их упорядочить, что, конечно, привыкать сложно. Каким образом мы это сделали? Мы в углу каждого бланка наверху, видите, цифра вот здесь 4, здесь цифра 5 – это принадлежность блока. То есть блок 4 у нас, например, средственский блок, и это осмотр медицинской сестрой. Блок 5 – это социальный работник, осмотры, выработка индивидуальной программы социальными работниками. Еще мы сделали формат чек-листа. Это значит, что мы уж пытались как раз-таки этим стандартизировать объем информации, который необходимо собирать при осмотре пациента, и для того, чтобы на визите было проще писать врачам. Что в итоге мы получили? По работе над новой амбулаторной карте было это в 2018 году мы начинали работать. Итак, понятно, что много времени на заполнениях, а лично расположены документы, различные описания объективного статуса, оценки в том числе по разным шкалам, трудно читаемый врачебный почерк. Но мы в итоге определились, с какими шкалами мы работаем, мы определились, какой объем осмотра у нас есть от каждого специалиста, ну и с учетом того, что сделали чек-листы, экономили время для того, чтобы не писали специалистам. Рассмотрим ситуацию по блокам. Итак, форум правообеспечения, на них я не буду долго останавливаться, потому что это, как правило, может занять всю конференцию. У нас есть там свои особенности, которые мы разработали, и этому мы очень рады. Итак, врачебный блок, он состоит у нас из стандартов первично-повторной, рекомендации врача, пациентов, заключений и так далее. Сейчас с вами рассмотрим первичный осмотр врачом. Итак, у нас, ну, с учетом того, что это печатные типографские бланки, я вот здесь открываю Word. Первичный осмотр врачом, наверху мы пишем ФИО, пациент, понятно, МКАП, ОВПП. Первый я разберу поподробнее, дальше они все выстроены по единому формату. Дата, начало, время начала и конца визита. Мы именно так это обозначаем, потому что для нас это важно. У нас примерно, мы определили, что на врача идет 7 визитов в день приблизительно, поэтому есть достаточно времени быть на визите у пациента. Осмотры в присутствии, кого проводятся. Это всегда очень важно, с учетом того, что наш контингент пациентов, конечно, имеет чаще всего ухаживающих лиц, но нужно понимать, каждый специалист следующий, который приезжал, с кем уже было общение, с кем поддерживается общение и так далее. Жалобы предъявляет сам или со слов лица, осуществляющего уход. Вот, естественно, подробнее болевой синдром сразу же идет с отметкой по шкалам анамнез основного заболевания. Зря каждый думал, когда мы только не дали карту, видя этот блок, что будет очень мало места для того, чтобы писать анамнез. Мы определились с докторами, у нас есть, безусловно, сопутствующие документы пациента, выписки из разных стационаров и так далее, поэтому здесь мы пишем основные вещи по анамнезу основного заболевания. И всегда места хватает. Понятно, гистологическая феррификация. Нет, есть что по гистологии заключения ВК. Нет, есть анамнез болевого синдрома. Боль имеет у нас особый статус, поэтому мы здесь выделили его такими пунктами. Анамнез лекарственной терапии болевого синдрома. Фактически принимаем лекарственные средства, ну и перенесенные. Собственно говоря, если посмотреть на первичный осмотр врача, ну, мы пропедевтика и пропедевтика. Но, как я опять же говорила, нужно было именно таким образом расписать, потому что специалисты приходят разные. Есть особенности, например, по двигательной активности, по самообслуживанию, которое нам важно понимать. Есть особенности по вниманию к кожному покрову. И здесь мы даже в первичном осмотре, чтобы специалистам, которые реже с этим сталкиваются, с описанием статуса локали с кожного покрова, дефектов кожного покрова, что нужно, необходимо описывать и в каком формате. Вот мы тут указываем на схеме, порядковый номер. И у нас есть еще, в этом году вышел стандарт по ведению пролежнего процесса в центре. Поэтому там тоже есть стандарт по его описанию. Ну, и есть, конечно, особенности пока по системам, по органам. Там трахеостома, респираторная поддержка обязательно. Моменты, на которые, например, новые доктора, чтобы не забывали обращать внимание, там дата установки тоже трахеостома. Вот здесь вы видите обязательно дата установки катетера, всего, что есть в медицинских изделиях дополнительно, которые есть у пациентов. Вот таким чек-листом мы вышли из ситуации, когда мы понимаем, что пациент осмотрен полностью, в том числе по нашим каким-то особенностям, к которым мы должны обращать внимание. И никакая предварительная анализ профессиональный врача, кто бы к нам не пришел, он не будет влиять на то, что будут забыты какие-то моменты пациента. И, конечно, социально-бытовой статус для нас важен. Это бытовые санитарно-гигиенические условия удовлетворительные, неудовлетворительные с пояснениями, что да как, и качество осуществляемого ухода для того, чтобы наши специалисты, врачи, медицинские сестры, этот блок есть у каждого специалиста, мог вовремя подать заявку на соцработника. Это именно имеется в виду наш внутренний соцработник в Центре палиативной помощи. Примечания к осмотру, все, что не удалось записать. Резюме по наличию медицинских изделий, диагноз, заключение. Здесь мы выводим шкалы, которые мы определились, будем смотреть у всех пациентов. Помним, что это первичный осмотр. Показания к палиативной помощи есть, нет, потому что так случается, что мы можем выехать к пациенту, у которого еще нет, например, ВК, он не онкологический пациент, и бывает, что мы тоже сами проводим врачебную комиссию, соответственно, тогда нужно иметь обоснование, дальше заполнять анкету, нуждаемость в палиативной помощи проводить в врачебную комиссию, или наоборот, мы едем к пациенту, пациент не нуждается в палиативной помощи, и тогда проводим ВК о том, чтобы снимать статус нуждаемости в палиативной помощи. Ну и дальше врач назначает визиты, даты с целью и так далее. С медсестрам обязательно телефонные звонки, и если необходимо, заполнять заявку на госпитализацию. Дальше описывает все, что было проведено на визите. Вот эта редакция осмотра первичного врача, это именно редакция уже этого года. Мы регулярно работаем над улучшениями медицинской документации, с учетом того, как мы наблюдаем, движется, все не может быть постоянно одинаковым, мы, безусловно, работаем над усовершенствованием. Сестринский блог. Сестринский блог – это осмотр медицинской сестрой, патронаж сестры и рекомендации медицинской сестры по уходу на дому. Посмотрим осмотр медицинской сестры. Осмотрим медицинской сестры. Так, если я говорю о каком-то бланке, вдруг его нет на экране, я надеюсь, что мне организаторы или технические эксперты об этом скажут. Осмотрим медицинской сестрой. Как вы видите, шапка везде единообразная. Дальше в повторных осмотрах врачей, в повторных осмотрах медицинской сестры у нас есть формат дополнительного анамнеза. И, безусловно, везде однообразно мы пытались сделать, независимо от того, там врач-медицинская сестра. То есть некоторые блоки, конечно, повторяются. Например, как блок, сейчас покажу, статус локалис, осмотр кожного покрова. Он одинаковый у врача и медицинской сестры. А все остальное, конечно, отличается с учетом компетенции. Что-то попроще, например, у медицинской сестры это сознание есть или нет, для того, чтобы не было немножко путаницы. А двигательная активность, сестры ее описывают поподробнее. Зачем? Затем, что дальше им нужно оставить уже рекомендации особенные пациенту на дому по уходу за ним ухаживающего лица. На это у нас есть отдельный бланк. Больше медицинская сестра смотрит на систему питания пациента, дальше глотание и так далее, для того, чтобы, опять же, оставить рекомендации и обучение по кормлению, если есть в этом необходимость. Назначение врача, опять же, выполняет, не выполняет. Суицидальные мысли и тенденции, это у нас описывают, обращают на это внимание и врачи, и медицинские сестры обязательно, потому что пациенты палеотивные имеют, конечно, повышенные риски. По суицидальным мыслям и тенденциям, для того, чтобы мы вовремя обратили на это внимание. Опять же, блок, как я уже говорила, по санитарно-гигиеническим условиям и уходу за пациентом, и, как вы видите, шкалы тоже все те же самые, что и у врачей. Что было произведено, и, опять же, рекомендации медицинской сестры? Извините. Итак. Социальный блок. У нас есть социально-бытовой статус, резюме пациентов и осмотр социального работника, работы социальной службы. То есть у нас имеется в виду, есть вот такой бланк, который заполняют и врачи, и медицинские сестры. И есть отдельно блок социального работника. То есть первый, кто приходит к пациенту, заполняет способы коммуникации, слух, зрение, для того, чтобы сразу же открыл карту и понял, как нужно коммуницировать с пациентом правильно, с учетом того, что уже предыдущий коллега видел. Обязательная информированность о диагнозе пациента. Ну и портрет, скажем так, пациента жизненный, бытовые условия, кто из близких играет предыдущую роль. Сфера трудовой деятельности, в настоящем, в прошлом, семейное положение и так далее. Безусловно, все эти вещи, они собираются анамнестически насильно, то есть в процессе разговора. Не так, чтобы мы сразу же начали допрашивать пациента. Ну и здесь у нас еще есть на обратной стороне такие дополнения по социально-бытовому статусу. Его заполняет каждый работник, врач, медицинская сестра. Там что отражается? Тут у нас носочка, особенности характера пациента, особенности взаимоотношений пациента с близкими, психосоциальные проблемы, влияющие на самочувствие пациента. Ну, если пациент забудет об этом разговор, уместно об этом поговорить, то пожелания по концу жизни, особенности бытовых условий и так далее. И покажу еще социальный блок. Ну вот это справочный материал, в каждой карте у нас содержится, по шкалам, к которым мы пришли, по шкалам, которые определяет пациента и врач, и медицинская сестра. И покажу... Ну, собственно говоря, время у меня уже закончилось, да, наверное, я уже ничего не успею показать. Скажу только о том, что... Нет, нет, вы успеваете еще у нас, еще 5 минуточек есть, да. Хорошо. С учетом того, что у нас вот от порядка 30 форм медицинской документации, мы также разработали инструкцию по заполнению регламента, потому что вопросов вначале особенно было очень много, когда у нас приходит контроль качества, ну, наш внутренний контроль качества, опять же, нюансы некоторые. Так покажу, например, еще заявку на госпитализацию. Это вообще документ, который динамичный, особенно в период ковидный, потому что разные ситуации, в том числе переводов, чистых, красных зон и так далее. И заявка на госпитализацию у нас, ну, меняется раз, наверное, в квартал на стандартный. Это заявка, по которой мы определились, когда, каким образом мы пациенты, по каким показаниям кладем в стационар. Опять же, я говорю, она динамична, потому что в ковидное время мы понимали, что это определенный вид пациентов с определенными показаниями. Более спокойные времена, показания, конечно, расширены. Ну, и вот здесь вот розовый, вы видите, это данные по ковиду, которые на амбулаторном этапе нужно собирать. И с учетом того, что транспортировка пациентам, она тоже нашими силами производится, санитарами, врачу, который пишет заявку на госпитализацию, необходимо тоже внести вот такие, для простоты организации транспортировки, вот такие вот примечания. Каким образом, лежа, сидя и так далее. Извините, пожалуйста, я просто в отпуске, собаку некуда деть тут в домике. Что взять необходимо при транспортировке пациента, ну и так далее. Положение транспортировки, куда переводится, и вот критерии госпитализации, которые есть в какой-то определенный момент времени. Номер означает то, как мы вносим это в свою систему. У нас называется единый лист госпитализации. Дальше хочу сказать, что в этом году у нас произошла редакция медицинской карты, такая самая большая. И хочу рассказать о том, как можно сделать ее более доступной, не такой дорогостоящей в исполнении. Собственно говоря, на самом деле динамические листы и блоковая система, она, да, вынуждает как-то выходить на такую закупку, вроде как блочная, папка на кольцах дорогая, это разделители и так далее. В принципе, можно сделать абсолютно обыкновенную клееную карту, не делать динамических листов. Просто когда, опять же, вот этот формат взаимодействия разных абсолютно профессионалов, которые приходят к нам для активной помощи, она вынуждает прийти к какому-то определенному итогу по визитам. И, опять же, медицинских сестер, да, медицинских сестер тоже на палиативную помощь, скажем так, практически не учат нигде. По этой причине все-таки, если у вас есть выездная служба, нужно определиться с форматом сбора данных и перечню того, что необходимо пациентам на визите, какие манипуляции производить. Поэтому можно сделать обычную клееную карту и обойтись тем, что будет обычный, скажем так, медицинский блок. Ну, то есть вначале можно делать титульный лист. Вот именно лист социально-бытового статуса, который я показывала, портрет пациента для того, чтобы... Ну, все-таки это палиативный подход, да? Все-таки палиативный подход для того, чтобы понимать, ну, общаться с пациентом как с человеком, а не только как с существом, у которого вот есть какое-то заболевание, и мы пришли к заболеванию, да? Приходить именно к человеку. Поэтому нам вот этот портрет пациента очень важен. Ну, или с регистрацией телефонных разговоров. Я многие бланки, естественно, большинство не показала, нет? Это занимает много времени. Форм правового обеспечения, информированное добровольное согласие, которое мы берем, у пациента, у его представителей или без решения об осуществлении медицинского вмешательства, без информированного добровольного согласия. И потом дальше осмотры врачом, медицинской сестрой уже по порядку, как они обычно располагаются в нашей любой карте. Ну, социальный блок, он вряд ли где-то есть, если где-то есть, но социальные работники, которые в составе медицинского учреждения могут находиться. Поэтому, если есть кто-то, эта помощь небольшая, можно эту информацию как бы в конце уже докладывать. Поэтому здесь, собственно говоря, можно сделать стандартный, абсолютно какую-то свою карту. Мы готовы, если нужно, поделиться нашими наработками, которые у нас есть, пишите, звоните. Из прошлых форумов тоже писали, я отправляла медицинскую документацию. Наша директора Ангстина Федермейсер, она всегда за то, чтобы мы делились абсолютно со всеми нашими наработками. Может быть, кому-то это поможет на благо пациентов. Ну, что ж, у меня все тогда. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok